В преддверии майских праздников особое внимание уделяется мемориальным комплексам и местам, связанным с Великой Отечественной войной. Так, множество людей вышли на субботник и на аллеи трудовой славы. Здесь в прошлом году установили стелу в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». А также находятся монументы, посвященные предприятиям, которые трудились в тыловом Куйбышеве. Горожанам для уборки на аллее присоединилась и глава Самары Елена Лапушкина. Вышли предприятия, убирают и свою территорию, и прилегающую территорию, за что огромное спасибо и руководителям, и сотрудникам всех предприятий и учреждений, нашим школьникам, нашим волонтерам, сотрудникам других организаций, что откликнулись, и в «Городской субботник» вышло такое большое количество людей. На аллее неравнодушные жители убирали листву и подбирали мусор, красили бордюры и лавочки. Такие же работы выполняли и в «Парке Победы». Преображали территорию областные и городские власти, активисты движения «Волонтеры Победы», представители ветеранских воинских организаций и силовых ведомств и жители ближайших домов. В «Парке» множество знаковых монументов. К одному из них, «Вечному огню», участники субботника возложили цветы. В ближайшее время на территории «Парка Победы» появится еще один знаковый объект – памятник почетному гражданину Самарской области, герою Советского Союза Владимиру Чудайкину, который ушел из жизни в 2020 году. Открытие бронзового бюста на одной из аллей парка планируется 8 мая. Место установки памятника губернатор обсудил с главой города. Мы посмотрели место, которое выбрали ветеранские организации, мы посмотрели, что нужно делать рядышком, высадить деревца, кустарники, чтобы все было это красиво, достойно памяти великого человека. Глава региона, осматривая территорию парка, поблагодарил активных горожан за инициативность. После зимы нужно навести порядок и на своем участке, и на каждой улице, во дворе, в наших городах и селах, чтобы они радовали наших детей, наших ветеранов чистотой и благоустройством. Поэтому всем огромное спасибо, в первую очередь, кто откликнулся и вышел на субботник. Как отметил губернатор, проведение субботников – это не просто уборка территорий, а традиция, объединяющая поколение. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.